Дорогие друзья, прошу простить меня, что я не с вами вместе в зале и прибегаю к технике, чтобы все-таки сказать вам несколько хотя бы слов. Вот второй раз наш Космопоиск выбирает энтузиастов, которые хотят приобщиться к великой тайне Вселенной. Сегодня она сформулирована нами так, одиноки ли мы во Вселенной. Мы не могли сейчас найти убежденных ученых, которые висали на ту точку зрения, которая еще недавно была торжествующей, что жизнь на Земле уникальна, и что нет нигде во Вселенной ничего подобного. И только невероятное стечение обстоятельств и создание условий, когда из неживой материи появилась живая клетка с обменом веществ и способностью делиться, то есть размножаться. Недавно еще пришли с такой точки зрения, что если не удалось современным ученым, воспроизводя те условия, которые существовали когда-то на Земле, и температуры, и составом окружающей среды, когда могла произойти эта волшебная, так сказать, меценархоза, и неживое стало живым. Замерите, американский ученый, профессор Крик, тот самый, который открыл спиральность средств, высказал гипотезу, что жизнь живая, жизнь, то есть жизнь всегда живая, заброшена на Землю. Когда, так сказать, какой же корабль доставил или примитивные организмы, или живые клетки, и посеял на Земле жизнь. Но эта его гипотеза состоится гипотезой, которую можно опровергать, или быть с ней согласным. Но за последнее время появилось немало, немало доказательств того, что жизнь, скорее всего, распространена во Вселенной достаточно часто и густо, и, возможно, разумная жизнь существует не только у нас. Покойный профессор Шкловский писал интереснейшие книги и высказал любопытные гипотезы о том, что два спутника Марса искусственные. И даже вместе с очень крупным планетологом Карлом Савином, американцем, выпустили в универке книгу «Разум Вселенной». Где утверждали, что Землю, за время её истории, посещали гости исполнительства не менее десяти тысяч раз. Я фантаст. Но думаю, что не только я, но и из моих собратьев не решил, чтобы назвать такую цифру, которую назвали учёные. Правда, Шкловский говорил мне, что это Карл Саган его подвёл, написав такую цифру. Ну, если раскинуть эти самые десять тысяч, возможно, посещений на четыре миллиарда лет, сколько существует Земля, это уже становится не такое невероятное. Но сегодня, собравшись здесь, мы услышим мнение разных людей, и философов, и палеонтологов, и энтузиастов нашего познания космоса, которые выскажут совершенно неожиданные идеи, которые не могут нас не заинтересовать. Я ожидаю успеха в начале нашей, этой встречи, когда будут высказаны эти мысли. Успеха вам, друзья!